Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Очередной Норсгард, как всегда, моя любимая карта на 8 человек. Единственное, что не Рагнарёк, а просто какой-то Норсгард на высокой сложности. Совершенно разношерстное лобби. Есть и железо. Раз, два, три, четыре. Ну, довольно сильное получается. Всего два камня. Нет, три камня уже. И одна даже древесина. Ну, древесину, конечно, зря держат. Надо бы... Потому что я уверен, что он ливнет ко второму ходу, если не на первом еще. Ну, а остальные будут... Будет интересно, короче. Ну, вот самый сильный по рейтингу в 400 очков выбрал Веприя. Почему-то сейчас на нынешней мете Вепрь считается самым сильным кланом, как народ играет. Он сначала ставит релик на огромную свинину, которая бегает по карте. На территории, правда, только... На территории Веприя. Таким образом, он защищается от раннего раша. Потому что эту свинину очень тяжело убить в начале. Да и вообще ее просто тяжело убить, а в начале тем более. То есть, это как медведь примерно у клана Медведя. Только релик. И там она реально большая. Плюс еще этот релик плюс 10 еды дает. То есть, очень неплохой релик получается. А потом они ищут... Ищут, собственно, йотунов. И из-за избытка еды начинают с йотунами торговать из торгового поста. И очень быстро йотунов получают еще. Потом этим йотунам они уже идут на всех нападать. Причем, как я видел, народ за Веприя даже не наукой скорее побеждает, а чаще теперь славой. Либо просто всех вынося. Так что, вот видите, самый... Я думаю, что человек, у которого 412 рейтинга в игре, понимает, что он делает. Поэтому вот он и за Вепри берет. Я сейчас пока люблю за быка играть. Так что, быкуем потихоньку. Понеслась игра. Так, ну, собственно, давайте я свою рожу выключу. Чего вам тут у меня уже смотреть? Всем там хорошей игры. Доской довольно много, кстати, здесь у людей случайными кланами играет. Даже неизвестно, что там у них будет. Я там только Веприя видел. По-моему, белка у кого-то была. Ладно, посмотрим. Но сейчас, в нынешнем патче, конечно, я так понимаю, Веприя для ФФА. Хотя, я думаю, и для дуэли тоже его тяжело будет взять. Ну, невозможно так быстро зарашить, чтобы... Я вообще с этого начнем. Чуть я туда побежал. Ну, невозможно так зарашить, чтобы... Успеть до появления этой свинины на территории клана. Поэтому Вепер теперь силен. Особенно вот это то, что... Даже не то, что эта свинина дает. Там, как бы, двойной профит. Во-первых, свинина защищает территорию от раннего раша. А второе, плюс 10 еды. Этим избытком еды клан может спокойно торговать с йотунами, чтобы получить йотуна. А против йотуна уже тяжеловато. И, как бы, получается, что ты его получаешь практически ни за что. То есть тебе надо потратить всего лишь двух... Ну, построить торговый пост. А торговые посты в любом случае практически все строят. О, интересно, у меня два места с... Блин, только тут всего лишь... Ладно, это мы будем колонии... Мне надо решить, где мне поставить... Добычу дерева. Черт. Вторую. Мне, видимо, придется отложить. Придется, наверное, вторую добычу дерева вот здесь ставить. То есть надо будет побыстрее эту территорию зачистить. Блин, а с другой стороны... Ладно, это мы забираем в любом случае. Две овечки есть. Я, наверное, знаете, как сделаю. Значит, сюда сразу на науку. Нам надо быстрее колонизацию открывать. Я, наверное, сюда сейчас поставлю лекарей. Тут оставлю место... Мне надо лекарей сначала, потому что будут волки нападать. То есть я мог бы поставить еще один... Еще одно... Да, елки. Еще одно поле. Здесь у тебя хватало дерева, но... Блин, она как-то быстрее-то забрать, а я быстрее-то не могу, пока колонизация не откроется. Ну, хотя бы острые топоры будут. Потому что мало дерева... Мало дерева, соответственно, медленно ставлю дома. У меня нету ни... Ни этих... Ни кораблекрушения, ни... Еще что-нибудь на дерево. Да, сейчас, наверное, в следующем поставлю уже... Военный лагерь. Буду просто копить... Зачищу, наверное, сразу этого волка, в общем-то. Что откладывать? Я думаю, там тоже волки, скорее всего. Ну, там просто тупо одна клетка, кстати, какой-то... Да, ну, вон волк побежал. Поможем лесорубам. Нам, в общем-то, еще только 50 дерева надо для второй лесопилки. Немножко медленноватый старт будет из-за отсутствия кораблекрушения и руинок. Хотя, может, вот тут руинка будет. Исследуем территории только зимой. Ну... Я думаю, что это как раз дерево издался, нет? Как я и говорил. Хочу, чтобы он долечил сначала фермера. Не забираю территорию до... До открытия колонизации. Потому что еду нам надо беречь. Несмотря на то, что у нас есть овечки. В данном случае я бы не спешил. Тем более у нас и нету пока даже дерева поставить вторую лесопилку. И... Колонизация на 30% уменьшает необходимую еду для забирания территории. Ну, как раз ровненько. Мы и древесину накопили, и территорию забираем. Так, в следующем я, пожалуй, построю гавань. Даже, наверное, две гавани. Следующий у нас будет на очереди гавани. Вот, смотрите. Не знаю, как так разработчики сделали. Но теперь... Чаще нападают на то место, где у нас воин не стоит. Тут у нас волки. Я вангую, что следующие нападения сюда будет. Не всегда, правда. Но чаще всего это именно туда, где у меня воин не стоит. А мне еще так бежать долго надо. К сожалению. Так, ну, теперь повеселее. Теперь осталось только с деньгами разобраться, а именно две гавани построить. Так, тут у нас черный, похоже, да? Да, границы черного. Не знаю, кто-то... По-моему, это хост как раз был. И он, по-моему, случайным кланом играл. Играет. Выбрал случайный клан. Так, ну, ждем 80 дерева. Кстати, нет, не ждем. Ставим домик. Я понимаю, что требуются и гавани. Но тут можно немножко отложить деньги, а вот рост населения нельзя. Нет, смотрите, вон туда все-таки напали. Но тут подвезло мне. Благодаря этому у нас быстрее дерево будет собираться. Нам важно население, чтобы увеличивалось именно сейчас в начале, чем деньги. Деньги никуда от нас не денутся. Все путем. Тем более, сейчас мы достроим дом. Как раз появится 80 дерева для гавани первой. Сразу начнем. Да, кстати, не будем особо копить деньги. Сразу начнем улучшать территории, когда откроем градостроителя. Это способность БК. Видите, улучшенные. Во-первых, зоны их улучшения стоят не 100 монет, а 50. А во-вторых, в улучшенных зонах профессиональные ваши поселенцы. То есть те, кто на что-то назначены, на 10% больше всего добывают. Что нам важно и здесь, и здесь будет зону зоны улучшить. Так, ну и зимой побежим исследовать территории. Хотя в этот раз у меня получилось медленнее гавани построить. Но это из-за того, что я позже намного поставил второй. Второй этот. Не, не это. Не откладываем сразу. Не копим деньги за БК. У вас обычно к тому моменту, как у вас есть 15 железа, у вас и будет 250 золота. Чтобы нанять Торфена. Кто не в курсе, Торфен стоит 250 денег и 15 железа. Это намного больше, чем у всех остальных кланов в Берсерке. У всех остальных 150 стоит и 5 железа. Но это логично, потому что Торфен очень мощный юнит. Поэтому в принципе это сбалансировано. Так, еще 80 уже накоплено. Я сразу вторую гавань ставлю. Не откладывая. Да блин, почему я сразу всех отправляю? Случайно. Это мисклики постоянно. Видите, это все время, что они бегут. Надо приучить себя одного выбирать поселенца и просто отправлять его. Так-то игра... Почему я всех выбираю? Потому что игра реально отправляет ближайшего. Чтобы мне тут не высчитывать, кто тут ближе, кто дальше. А, слушай, тут всего два волка. Это даже одним этим зачистится. Блин, вот тут видите у нас лес, где... ...был, оказывается. Вот это вот место означает, что тут на 10% больше добывается леса. Ну не знаю, может я тогда с центральной клетки уберу потом. Но это потом. Сейчас я уже не буду этим заниматься, потому что 50 дерева тратить не надо. Так, можно сразу здесь улучшить. В первую очередь старайтесь улучшать там, где у вас еда и гавани. Потому что это, собственно, увеличивает добычу еды и гавани. Ну и где у вас много зданий. Потому что это еще уменьшает содержание зданий. Вот эти две клетки мне идеально подходят в данном случае. Так, ну теперь поле. Тоже тут потом улучшую и поставлю склад. Тем более, что это еще повлияет на науку вот эту. Так, этот нашел Игдрисель. У нас тут на карте Игдрисель. Вон он рядом. Ну, походу, на него надо будет меня в первую очередь бычить. Слишком уж он близок. Так, как раз еще и оружейника открыли. Так что этих двух волчат мы быстро... Блин, ну вот о чем я и говорил. Видите, сюда побежал. Ведется немножко отложить добычу дерева. Блин, я думал, у меня этот выбран. Верну сюда, вернусь. Так, и теперь скаута возвращаем домой. Да, улучшаем сразу. Как только максимально вылечен, отправляем. Не, наверное, не хватит мне немножко силы обоих следа хватит. Мне чуть-чуть не хватит. Один удар и отступаем. Немножко полечимся и добьем этого волка, чтобы они уже сюда не набегали. Источник Урд. Ну, такое. Конечно, приятно побыстрее лечиться, но... Дает 30% бонуса лечения всем вашим знахаренам. Ну, так. Склад давайте ставить. Так, а где у меня? А, вон там железо. Ну, пора, наверное, и железо уже добывать. В принципе. Я, кстати, наверное, знаете, как потом поменяю, когда вот тут моя территория будет? Я просто добычу дерева сюда перенесу, а лекари сюда. Не буду пока эту территорию забирать. Не нужна она мне. Просто просто постоим уже подождем наличие торфена. Я думаю, знаете, что я, наверное, сразу еще поставлю и... Вот сюда камень добывать тоже лучше эту территорию. У меня хватит еды. Сейчас плюс 3 всего, но это сейчас вылечится этот... Войны будет больше. Так что можно вполне тут начать добывать камень. Чтобы не откладывать все это сразу. Улучшу розовью область. Все, у меня все мои 4 области развиты. То есть все добывается по максимуму везде. Плюс 3. Еды дофига. Еще 2 овцы есть. В принципе, нормально. Все равно старт медленноватый. Опять же повторю, потому что нету ни руин, ни... Ну я по науке всего первый. Но это, кстати, бык теперь по науке реально... Вот до первого благословления быки реально лидируют. Кстати, а где мне кузню... А, вот тут кузня будет. А, слушайте, мне надо все-таки забирать эту территорию. Потому что видите, минус по счастью пошел. Ладно, заберем. Будем немножко терпеть тут от волков нападения. Ну, что поделать. Не буду пока переносить сюда добычу дерева. Потому что это время и, опять же, 50 дерева, собственно, минус. Зачем? Лучше сидеть, пока добывать там, где есть. А тут уже полностью все построено. Вот сюда кузню можно. Я пока поставлю, но строить ее не буду. То есть ее можно сейчас где-то строить, когда у нас 200 науки станет. Но это для того, что нам просто дадут бесплатное железо. И мы начнем натиск воинам строить. Кстати, еще, по идее, волки должны чаще на черного нападать. Потому что обычно вот в таких местах нападают чаще на того, кто раньше рядом с ними поставил область. А черный это сделал раньше, чем я. Ну и не страшно, что у нас так мало по идее. У нас две овцы, еще раз напоминаю. Я просто следующей зимой овцу буду использовать. Мне этого хватит. Знаете, еще что можно? Еще можно торговый пост поставить. Чтобы больше денег капало. Не, хотя не хочу сейчас без улучшения. То есть это надо, придется здесь ставить скорее всего. Это значит, что надо улучшать тоже. Вот тут уже мне не хватит тогда денег для торфена в ближайшее время. Пока так сидим, чилим. Ничего не делаем. Так. Вот у нас красный, очевидно, вепрь. Потому что маска Гулинбурсти. Это, собственно, тот самый релик на вепре. На эту свинину, огромную бегающую по территории. То есть это, видимо, вот тот чувак с большим количеством рейтинга. Значит, надо, короче, на красного. Надо искать красного и по его поводу беспокоиться. Так, тут ремонтируем, тут ремонтируем. И здесь ремонтируем. Чуть-чуть, видите. У меня сейчас будет и все равно железо. Это, кстати, еще один сейчас плюс у быка. Что у вас даже железо раньше появляется, чем вы его добываете. Благодаря тому, что вы выходите в благословление Йорда очень быстро. Теперь все еще лидер по науке. Это из-за того, что трон Торфена теперь дает плюс 2 науки до тех пор, пока у вас не будет Торфена. Видите, у вас тут трон и Торфена плюс 2. Но как только мы получим Торфена, это, собственно, уменьшится. Так, что-то улучшим ратушу. И, наверное, сразу улучшим вот тут жрачку. Тан делает так, что я теперь получаю... Черт, я что-то тупанул, блин. Мне не надо было меня облачало Торфена взять. Ребята, я тупанул сейчас. Так, надо срочно улучшать пристань дракаров и туда отправлять. Ну, ладно, на моей этой территории сейчас это не так страшно. Но, в принципе, если бы кто-то рядом был из соперников, надо было бы... Ну, это было бы не очень. Вот еще у нас, у нас два вепря. Еще и желтый. Теперь тогда неизвестно, кто из них тот чувак. Так, я зря, получается, кузню построил. Теперь не могу тут начать улучшать, потому что это денег стоит. Мне надо сейчас улучшить гавань пристань дракаров. Больше денег давало. Не хочу пир пока проводить. Я могу еще пиром. Я не хочу пир, потому что тогда быстрее поселянин появится. У меня несчастье наступит. Отправляем сюда добывать. Да, вот это я тупанул ратушу и эту. Надо было сначала взять Торфена, а потом уже улучшать. Потому что это мне все... Это мне в 100 монет встало. Собственно, у меня давно уже Торфен был бы. Улучшение дракаров, если кто не заметил, не требует денег. Можно тут посадить. Только дерево и камень. Тупанул. Ну и тут вот дружину выковывать тоже деньги требуется. 25 монет. Так что ждем. Но сейчас проблема в том, что сейчас зимой могут вот эти волки в большом количестве нападать. Не по одному, а сразу три, например. И у меня воин не выдержит. А, слушайте, пойдем территорию открывать. Не забываем об этом. Потому что зимой поселяне намного меньше добывают еды. Поэтому нету смысла их в поселянах держать. Я, наверное, сейчас вот эту территорию открою и потом вот эту. Это, возможно, вообще отдельно от всех. Так что это, может быть, вообще мои вот эти две территории, на которые никто не может претендовать. Вообще, если сейчас волки нападут, я просто отступлю и дождусь появления Торфена. Я бы, наверное, даже вот так стоял. Чтобы они раны не наносили. У меня уже сейчас он будет. Просто жалко, что тут, наверное, из минусов только жалко, что я кузню построил. Она вот сейчас там потребляет что-то. Ну, зашибись. Здесь можно уже... Да, я думаю, даже... Знаете что, давайте я улучшу лагерь... Нет. Все-таки надо... Не буду улучшать. Давайте... Военный лагерь и тут начнем улучшать дружину. Вот так сделаем. Волчата. Ну, все, везде волки. Это, кстати, вот не очень хорошо, потому что не дает так много очков военного опыта, боевого опыта, как были бы драугры. Я бы предпочел, чтобы тут драугры были. Так каждый волк это 15 очков, то есть 3, 3, 6, это 90 очков всего лишь. Этих 5 я не хочу зачищать, чтобы черный не забрал эту территорию. Ну, то есть можно там парочку... Во-во-во, видите, 3 побежали к черному. Три штуки. Это неприятно, конечно, зимой. Более того, у меня не было торфея. Так бы я об этого отбился. Так, пускай черный этим занимается. И берем, наверное, защищенность. Потому что счастье и быстрее народ прибывает. Поэтому нам надо вот здесь явно строить домик. Тут место для военного лагеря оставляем. Так, нет, там зеленый. Я даже не знаю, какую еще территорию хочу. Ладно, я, наверное, домой вернусь. Поехали зачищать. Поехали зачищать. Блин. Ну, это нормально, что они тут нападают. Это все очки. Но, опять же, повторю. Волки это мало дает очков. Тут уже зеленый зачистил. Сейчас посмотрим, кто он. Ну, он явно, это явно его территория. Просто к тому, что надо ли ему мешать забирать ее. Слушайте, а где у меня второе железо? Это камень. Ну, у меня два камня есть. А вот второго железа у меня нету. Это интересно. Точнее, вообще не интересно. Так, улучшим сразу моряков. Драугры. Ну, я думаю, что надо вот здесь сразу добычу камня ставить. И учебный лагерь, чтобы улучшать это место. Тут потом... Да, можно даже уже, наверное, и сейчас переносить. Давайте мы, наверное, сейчас уже займемся переносом добычи дерева сюда. Так, этого убираем. Достроим. Давайте, вообще, сначала лагерь сделаю. Убираем тут. Так. Строим. И жену знахаря. Тут у нас будет место для дома и военного лагеря еще одного. Так, сначала мы тут разберемся с драуграми, а потом сюда побежим. Думаю, даже эти втроем смогут с ним, успеют справиться. Так, лекаря сюда переносим. Мореходы улучшены. Убираем. Каменолом не отправляем. Так, четыре из четырех тут военный лагерь и... Сейчас мне надо улучшать военные лагеря, потому что они мне счастье будут давать. Соответственно, быстрее будут появляться жители. Еще сюда военный лагерь встанет. Видите? Нормально. Мне желательно за... Играть за быка так, чтобы в каждой вашей территории мог стать военный лагерь. Бык, к сожалению, может играть только через воинов. Вот это тоже, наверное, баланс. Потому что, видите... Улучшаются именно войны. Натиск воинам. То есть это вот... То, что за железо улучшается оружие быка. Ни на какие другие... То есть, конечно, никто не запрещает быку сыграть через... Метателя топоров, но... Вы не сможете его так улучшить, как воина за быка. И, соответственно, тогда военный лагерь... Каждое улучшение военной лагеря не только увеличивает количество воинов, но и на 5%... Может, включать, на 5% к атаке. То есть, вы максимизируете именно... Именно... Воинов. А так как вы в одной зоне можете поставить только один какой-то тип военный, то, соответственно, и... Нету смысла что-то другое ставить. Так, давайте, пускай он убьет этого. У меня быстрее... Ну да, ведь это сами справятся, походу. У меня быстрее появится новый житель. Я просто вот так перекину, чем я лечить его буду. Счастье у меня есть. Так, давайте следующий военный лагерь улучшаем. Даже... Сейчас даже важнее улучшать военный лагерь. То есть, я вот дерево трачу именно на улучшение военных лагерей, а не на строительство новых. Что мне это счастье дает. Да, у меня, короче, проблема. Мне не хватает очков, военных очков опыта. Потому что мне вот эту неудержимость надо именно за военные очки взять, взяв за воевателя. Я сейчас буду за науку брать домашний очаг. А не хватает очков, потому что... Давайте мы, наверное, уже летом пойдем исследовать. Улучшу... Одним скаутом пойду, не двумя. Надо открыть тут территорию и тут. И, возможно, вообще пробежать к Валькириям. Валькирия, по-моему, сотку... Сотку военных очков дает. Но у меня, видите, не хватает 140. У меня 362 из 500. Во-первых, воин сам по себе набивает потихоньку. Так, как тут по развитию у нас? Красный. Ну, я думаю, это красный вот тот по рейтингу, чувачок. Берем домашний очаг, чтобы зимой меньше ресурсов. Ну и, грубо говоря, после следующей зимы надо на черного нападать. А без... Без неудержимости это будет тяжеловато. Да, слушайте, прикол в том, что у меня реально нету второго железа. Не то чтобы это очень важно для быка, но релик можно было бы построить. У меня реально нету второго железа просто. Я думаю, сейчас уже можно строить военный лагерь. У нас еще и двое овец. У нас еды дофига. Нормально. Открываю, чтобы, может быть, там... О, 5 дров. Во, вот это мне по нраву. Так, это у нас Кракен. Тоже, кстати, железо, по-моему. Ну, Кракен тоже, блин. Мне поэтому и надо черного выносить, потому что я точно помню, что он хост, что он камень. Ну, кстати, мне вот этих, если я всех вынесу, то мне этого хватит. Давайте отсюда одного снесли и полечимся. Ну, что, не торопимся никуда. В общем-то, нам надо все военные лагеря улучшать. То есть, нам камень надо на одно здание, которое добывает еду, потратить, улучшить. На пристань Дракаров или на торговый пост, если у вас нету два места под пристань Дракаров. Тогда торговый пост лучше улучшайте и там рынок ставьте. И на скаутов, чтобы территорию соперников открывать. Все остальное, весь остальной камень тратьте на улучшение. Так, нужен домик. Кстати, теперь опять уже места мало. Так, ну мне бы вообще, конечно, до зимы желательно получить... О, кайф! Ну, это я вырву и после того, как Йотунов убью. Ой, не Йотунов, Драугров. Да, нормально, получу я тут необходимые мне очки. А, подождите, черный бык? Блин, я так испугался, что даже выключил... А он, он случай... Да, он случайным кланом играл. Но он, может, не умеет за быка играть, будем надеяться. Ну, это, конечно, блин... Вот это неприятно, атаковать быком быка. Честно вам скажу. Ну, посмотрим. Сейчас мы откроем его всю территорию за зиму. Так, и надо сразу воина делать по той простой причине... Так, какая-нибудь тут... Лагерь, опять же. По той простой причине, что воины нам дают бонус. Так, и, собственно, можно сразу... Пак. Не, ладно, он успеет, наверное, и так убить. Да, нормально. Ну, там нападают периодически. Он даже... Ну, за быка ставить защитную башню, это зря тратить ресурсы, честно говоря. Мне кажется, просто он не очень будет... Вряд ли он хорошо умеет за быка играть. По той простой причине, что это случайный клан. Хотя... Посмотрим. Так, значит, тут все построено, все построено, все построено, все построено. И тут тоже все построено. Осталось бы только апнуть вот этой десятью воинами. Мы, конечно, сейчас увидим, что делает. Ну, я не вижу ни одного апнутого военного лагеря. Я вижу, что он торговым постом это делает, а не... Ага, значит, желтый все-таки вепрь с крутым. Ну, короче, я думаю, что желтый взял, как вы понимаете, йотуна и им, в общем-то, убил... Фиолетового. Так, просто что он плохо развивает, даже видно по развитию. Не должен бык быть предпоследним по науке. Мне бы, конечно, еще в ярлы выйти, чтобы можно было таран задействовать. Ну, я не вижу, что он тут на данный момент может мне... О, он улучшил скаутов. Ну, посмотрим, что он хочет у меня увидеть такого. Он явно меня хочет увидеть. Ему зато повезло с двумя. У него два кораблекрушения. То есть у него с деньгами и... У него там тоже, кстати... Я, наверное, даже не буду там смотреть. У него там стоит башня. Смысл? Ну, он от какого-то другого там защищается. Неинтересно вообще. Так, мне осталось, в общем-то, одну эту улучшить и все. И можно нападать. Ну, жалко, жалко, что второго быка приходится... Ну, соседей надо. То есть игра за быка предполагает именно нападение, а не отсиживание. Хм, хватит у меня денег на десятерых. Вот это меня интересует вопрос. Я, знаете, я сейчас в начале года проведу еще фест. И тогда после него пир. Пир. Вот сразу пир давайте. Такая по максимуму денег придет. Только тут... Ой, бегут. А где его этот, кстати, торфен? А, вон он. Торфен есть. И у него тоже два этих, как и у меня. Эти мы спрячемся. Там вот его скаут исследует. Типа нас тут нету. Ну, все-таки умелую разработку буду брать. Такой плюс три, к счастью. Чисто... Чтобы уже дальше идти по этой ветке. Так. Блин, вспомнить бы еще... Ну, там явно надо больше, чтобы на десять взять денег. Блин, проблема, что у этого деньги есть. Но у него я вижу раз, два, три, четыре. Ну, предположим, пять военных лагерей и все. И они не апнуты. А у меня все апнуто. То есть это у меня максимум уже идет по... Блин, вот это, конечно, то, что крысы... Ну, они у всех нападут. Поэтому давайте, наверное, уже побежали. Так, еще восемьдесят четыре надо будет. Не хватит мне на всех, да? Сколько у меня в итоге? Девять и четвертого. Ой, четвертого, десятого. Сразу прям на Торфена его же... Я должен, по идее, его убить. Да. Ну, он проспал, короче, атаку. Это проигрыш без Торфена. Бык бесполезен. А он не успеет. Это, понимаете, надо пятнадцать железа опять брать. Я, наверное, потом сбегаю... Этих убью. У меня явно много слишком армии сейчас будет. Потом можно еще и зеленого немножко пощипать. Там что-то черный. Я даже не хочу смотреть, потому что он мне ничего не сделает. Торфена у меня не в состоянии убить. У него слишком маленькая армия. Ну, все, все сливает. Этим разведчикам пойду зеленого поисследую. То есть мне сейчас надо будет что-то с армией делать. Ну, я ему напишу УГГ, но... Ну, мне кажется, не надо просто в рейтинговых играх брать случайные кланы. Надо все-таки как-то... сделать какую-то специализацию. Не правильно специализацию. Ну, то есть, поиграл несколько игр, поменял клан. То есть, хотя бы... Так, о, мне тут надо вырыть будет ямку. Мне надо сначала вырыть, а потом идти на этих нападать. Потому что надо вперед Торфена запихивать. Так, тут больше... А, вот тут тоже мое? Или это черного? Это черного. Ну, пускай лечатся, пока стоят. Так, что мы тут убираем? Убираем. Да, слушайте, ну прям даже реально интересно, а где... Где предполагается мое железо должно быть? Мне, наверное, надо вот эту территорию забрать. Бежит волчонок кусать за бочонок меня. Тут никого. А вон красный, между прочим, рядом. Так, красный рядом с зеленым. Я думаю, мне поэтому не надо к зеленому лезть. Заберу. То есть, это два... Зеленый тоже, во-первых, железо. А во-вторых... Этот... Кракен. То есть, я надеюсь, что он будет все-таки... Ну и красный, скорее. И оба, и оба, и все. Я думаю, что... Или у желтого. Короче, пускай они там между собой разбираются. Я вот что думаю. Так, пошли. Это чисто, чтобы военные очки там... Кровавые слезы взять, или как оно называется. Знаете, давайте вот эту территорию открывать. Там тоже должно быть что-то интересное. И вот это вот давайте немножко подлечим, чтобы не совсем красный был. Как оно там? Кровавая баня. Пятнадцать камня. Вот я думаю... Ну, наверное, все-таки надо ставить эти... Военные лагеря и дома, опять же. Так, все, поехали тут нападать. Там у черного против кого-то было явно. Я вперед выдвигаю Торфена именно для того, чтобы именно на него нападали. Только тут надо следить будет. Внимательно. Все, я пожалуй отойду. У меня кровавые бани выше крыши. Хотя... Давайте добьем уже до максимума. Отлично, больше не потерял. Так-то я потерял, конечно, в первой атаке, но... Так, тут кто? Тут йотуны. И кто йотунов взял? Красный взял. И желтый тут взял. Ну, кстати, вы йотунов все можете набивать. То есть видите, и зеленый туда тоже. Ммм, да. Ну, кровавая баня есть. Где у нас снаряжение? Только у йотунов. Блин, что мне йотунов валить? Ммм... Ну, я постою так, конечно, мало опять же еды, но я буду просто... Так, давайте улучшим территорию. Я буду просто... Разведчик ранен. Буду просто этих овец использовать. То есть, в принципе, сейчас на меня напасть может только зеленый. Но! Зеленый лидер по науке, и я думаю, что на него будут нападать... Вообще, тут бы разведать территорию по-хорошему. Ладно, давайте отправим еще скаутов. Так, кораблестроение берем. Еще больше денег капает. У меня зеленый следует. Ну, вот это мне не нравится, конечно. То есть, у тебя тут под боком красный, но ты хочешь на меня нападать, да? Не, может, конечно, красный бы уже исследовал. Я ж не знаю. Так, там, походу, на коричневого напали. Ну, он тут, да, самый отстающий. В общем-то, это сейчас из восьми четверо сейчас останется. Давайте полностью откроем зеленого. Ну, зеленому, если нападать на меня, то сейчас. Именно зимой надо. Не знаю, я могу, конечно... Надо ли мне башни ставить против зеленого? Ну, то есть, это можно, потому что он своих этих призрачных воинов может... ...к нам направлять. А, тут нету прохода, к сожалению. Ну, по-моему, логичнее было бы на красного. Иди сюда, где желтый. Если они тут нападут, то желтый тогда что будет делать? О, к нашим берегам приближаются павшие мореходы. Можем подойти пока. То есть, это вот один йотун у зеленого, а он еще второго хочет набить. То есть, где-то еще один должен быть. Еще одно с йотом. Блин, может мне этих йотунов завалить, чтобы зеленому второй не достался? Мне кажется, в этом есть смысл. Тем более, что... Да, видите... По-моему, это был медведь. Нет, коза. О, зеленый защитный поставил. Это интересно. Это интересно. То есть, зеленый планирует наукой, короче, побеждать. И чтоб к нему никто не лез, просто поставил защитный экран. Так, давайте я, наверное, скаутов туда отправлю исследовать. Вот здесь. Что там? То есть, нам надо было еще и желтого найти. Но выглядит как... Так, тут, по-моему, армия пошла красного. И он, скорее всего, против красного поставил. Как раз. Да, вот он. Ну, мне кажется, сейчас будет ГГ красному, скорее всего. Но я бы хотел... Я бы хотел, чтобы они подрались под... Короче, мне надо желтого искать. Мне очевидно... Ой, блин, у меня голод. Мне надо, очевидно, искать желтого и пока эти вдвоем. То есть, у нас четверо осталось, да? Да. Я думаю, что он там должен быть... Вот тут должен быть, короче. Я надеюсь, что тут никто не победит. В красный друг ослабит. В красный друг ослабит просто. Просто... Потому что... Неприятненько будет. Так. А тут накапливается все-таки для зеленых? Нет. Зеленый уже не накапливает ничего. Ну, и мне как бы нападать не на кого. У нас уже еды дофига. В доме моей подружки пишет, где желтый он находится. Так, там зеленый, очевидно, отправил призрачных воинов. А, это, блин, не зеленый отправил. Это... Они сами по себе есть. Так, 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 так. Вот это ты зря полез. Не знаю, правда, зачем я полностью открываю зеленого. Я думаю, что мне этого не надо делать. Ну, мне надо как-то на чем-то качаться. Ага, вон желтый. Отлично. Просто идем туда. Так, а я больше нигде не могу добыть. Ну, мне, наверное, надо убивать этих ребят. Во-первых, я получу там... Мне семерых должно хватить, как мне кажется. Вот это, кстати, можно забрать область. Если бы у меня еда была. О, блин, родовое. Сначала тут убью, чтобы это собрать. Потом затем сбегаю. Просто я очки опыта получу. Каждый... Блин, ну серьезно. Вот тварь красная. То есть зеленым не получилось, ко мне решил влезть, а? Ну, тогда я за зеленого. Блин, ну... Блин, вы сейчас тут появились, видите, уже появились. Ладно. Ну... Нет слов. Так. Ух ты, у него тут еще поле силы оказывается. Ну... Я думаю, нету смысла откладывать. Надо будет на него идти... Побыстрее, пока тут эти между собой... Дерут. Ну, серьезно. Вот он решил мне помешать. Зачем? Зачем? Вот просто зачем? А, он может решил, что я на него хочу напасть через этих йотунов? Возможно. Ну, возможно, да. Так, давайте я заберу эту территорию и следую. Так, а этим бежим дальше. А этим исследуем здесь территорию. Можем сразу еще военный лагерь ставить. Да, у меня, конечно, проблема, что у меня не было железа, соответственно, я не могу свой релик сделать. Что тупо. Военное ремесло. Это будет мне куча науки и... Культуры, хотел сказать. И славы. Капать. Так, ну, сейчас собираем... Вот сейчас вот это открою. И собираем... 14 воинов. Да, у меня как раз все жители есть. И идем к желтому. Потому что... Да ладно. Ты прикалываешься? Ну, это какой-то прикол, честно говоря. Что-то... Ну, это... 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 просто прикол но я пойду желтому я надеюсь зеленый понял свою ошибку я просто вообще не понимаю идеи было сейчас меня атаковать когда на тебя красный периодически нападает я не знаю или не идти не ну просто там чувак вообще один сидит где он тут и следует ух сколько армии но это конечно слабенько вот это слабенько я за кран куда он идет зачем почему тут встал не понимаю общу а чё сюда прибежал и встал здесь я вот слушайте вот я реально я не понял мув зеленого если на тебя поставить постоянно красными сейчас вот красная 5 вот здесь стоит его армия почему он решил на меня напасть при этом да ну короче к желтому я вовремя зашел как мне кажется так давайте мы еще армию сделаем так ну вот зима конечно не очень хорошо но он помн там все по я катя не ту территорию исследуют мне я как бы полностью в руках зеленого но по моему это будет очень тупо это они просто тогда отдадут победу желтому и все он 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 отдаст красный талант я могу предположить что он просто тут не хотел чтобы я реально но он думал что на него нападать буду ну блин это не очень приятно ну кракен я собственно деньги все идут чисто с этой они вдвоем держат ну да он застыну кстати не очень хорошая конечно ситуация получается вот у нас походу было написано не вот здесь у нас блин свинина прибежала ну да тут у меня покоцает надо будет сматываться я понимаю что немножко тупо сейчас играю но кстати я могу постоять некоторые он все равно меня догнать не может потому что у него нету ну то есть если отсюда сбегу а я тут каждое убийство мне дает все надо валить он не может меня преследовать по а вон у него вообще есть юниты черт это я не предусмотрел пока стоим здесь возьмем наверно стратегию обороны так вообще надо не дать ему не 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 чтобы все эти здания окей теперь можешь забирать территорию так убил у меня тут одну постройку ничего поделать так сбегаем соберем ой надо напасть ну там зеленый побеждает наукой так не ну чувак что-то поверил в себя да похоже надо добить его спасибо спасибо ну вот эту территорию будем забирать конечно же у этого свинина есть вон видите носится по полям такая свинух а бабушка сказала свинух 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 если любишь ном ставь лайк да ладно не ставь господи че-то тот факт что ты любишь ном нормально бежит свинина все всех жителей хочу завалить хотя давайте уже свинину завалим чтобы не мешалось это уже точно проигрыш я думаю для желтого если бы я там впрягался в борьбу красного и зеленого мы бы точно все проиграли а вот теперь я думаю мы зеленого будем с красным пилить наверное зеленого может быть и стоило минут тогда бы желтый победил просто по моему очевидно как вам эти уже все заберем у меня без шансов было не знаю на что он еще надеется я сейчас подожду когда у меня восстановится таран сейчас еще так долго или не ждать так не но это тяжеловато будет у него тут бы тоже 10 плюс 6 серьезно смешной товарищ ладно то есть он до конца будет мне чтобы он это не брал надо будет просто вот тут стоять армии и он по идее не может эти не сможет эти территории забирать я наверное просто буду стоять здесь ждать тарана пять с половиной минут блин ну там зеленые реально побеждает по науке неужели красный так и не может ничего сделать тоже не хочется мне всю армию сливать об зеленого я имею ввиду на хотим я тут еды уже дофига ладно она у меня денег мало с другой стороны слушайте давайте наверно так сделаем и нам нужен нужен такие торговый пост давно надо было его построить это кстати я ошибся что его не построил да ладно забрал все таки на что такое как он сразу так все три забрал можно кстати и эти провести пиры сейчас этот он там готовится нападать нет сюда и как раз месяц на пир еще есть тысячу желтый гостей но он не может без славы и победителя сами понимаете потому что надо 12 территорий у него должно начаться голод должен начаться по идее с такой-то армии зимой особенно он в общем то да вы прикал ты прикалываешься значит все так я не могу запретить ему брать территории я не знаю а что у него так много еды но вообще этот релик ему плюс 10 дает да скоро у меня там таран 226 ну короче надо тут теперь следить за ним где он территорию забирать будет но все-таки кажись начали голодать как не знаю чем он территории забираетесь он голодает ну тем временем там зеленый побеждает по славе да минута ну надо добить все таки наверное дождусь все таки конца зимы тут у него правда какая-то еще территория но недавно я должен был взять то есть там вряд ли что-то он там может строить а и ладно уже не будем а он не может строить там нет у него жителей они там вряд ли у него есть так этих давайте на control 2 этого на control 1 нам отдельных надо будет контролировать ну я так понимаю что красный ничего не хочет делать что началось что так темно стал ладно ну все да это пожалуй конец так возьмем медицину куда-то побежал прям ты при он прикалывается смотрите да упорная игра ну у меня всю игру проблема в отсутствии собственно железа именно поэтому меня так все долго то есть я не могу свой релик сделать чтобы мне хорошо жилось знать может эту территорию заберем бонус лечение всем знахарем полечимся побыстрее направо только один знахарь не знаю зачем мне красная мне просто знаете не хочется красному помогать вообще ни в каком виде то есть наверное красный ждет что я сейчас пойду я убил уже двоих правильно я убил двоих красный красный наверное ждет что я сейчас пойду нападать на зеленого а подожди так красный сейчас да вот видите тут проблема в том что короче короче красный сейчас по лору выиграет ну если по славе ну если по славе а вон красный бежит на зеленого нападать отлично так значит мне надо открывать территорию красного тогда и видимо что то сделать с победителем ну и кто тут будет победителем мне вот интересно месила ну красный скорее всего да но это это не проигрыш еще я думаю зеленый будет сейчас дальше сопротивляться у него тут десять процентов до научной победы но я думаю мне надо дать полностью убить зеленого уж не слишком много территории за центром он может спокойно восстанавливаться фуф ну в принципе я вижу пути к победе так давайте мы все таки йотунов убьем но только написать красному что я его не атакую или не писать пускай он отвлекается а потом а потом написать что я его не атакую я думаю он должен понимать что я атакую блин йотунов а не его а а а а а а а а блин он тварь конечно то есть он готов дать победить зеленому лишь бы я релик не собрал или что это смешно просто я успею мне кажется не но он больной очевидно очевидно проблемы у человека какие-то с головой ну то есть сейчас он сольет всю армию об меня не ну что вот что за говно у человека в голове у кого-то не просто объясните мне что это за придурь зеленый забрал территорию вот что вот что то вот что такого что я заберу релик просто да я может что то не понимаю в этой игре у меня пять реликов уже просто поразительно я понимаю что не надо давать усиливаться это все понятно но ты при этом проигрываешь просто да да добей ты зеленого господи потом мной занимайся зеленый за это время остался я думаю сейчас он еще даст бой да ну вот кстати игра получилась очень качественной в плане именно как ффа то есть я смог балансировать дипломатически и как то что то говорить что особенно вот зеленому то что он отступил когда вот он мог этот снести мог абсолютно тогда бы победил желтый просто и все блин а я успею этот релик собрать до того как красный вынесет зеленого вот это интересный вопрос так ну не надо армию делать и перехватывать на когда будет да куда ты бежишь перехватывать красного когда он будет обратно возвращаться да не успею да надо идти сюда или он ко мне пойдет ко мне сразу тогда не откладывая в долгий ящик ну ну блин я хотел оттуда набежать на него в набежавшую волну там и с винина бежит опасно я так ну и да и дерево у меня достаточно вопрос может ли красный победить славой может надо короче надо армию делать еще очень-очень грустно без релика конечно что я не могу вот эту хрень такую сделать которая увеличить ну защиту моего торфе на увеличивает давайте наверно схожу полечусь и потом вернусь уже когда полностью вылечу тут всех хотя бы торфе она вообще торфа на полностью здоров с другой стороны аннатнера пойдем слушайте давайте свинину резать у него очень мало очевидно ему пару областей просто взять для победы славой но отступать будет видите но он потратился конечно на войну с зеленым ничего не скажу но я на войну с желтым потратился там еще и эльфы нападают на него да блин неудачно он тут пробежал ну кажись это гг я думаю что у него пригорело конечно но здесь ну смотрите он убил коричневого я так понимаю оранжевый просто ливнул оранжевый ливнул в самом начале дерево я убил черного желтый убил фиолетового я так понимаю потом я добил желтый и вот тут вот это конечно важное фигня мне кстати знаете что в чем ошибся красный как раз вот то что он мне мешал ну давайте я включу то что он мне мешал забрать релик вот этот мне кажется это как раз ему и стоило победы потому что он бы спокойно намного раньше убил зеленого он бы намного раньше восстановился а так у меня вот получилось ровненько в тот момент когда то есть зеленый восстановился больше смог убить больше юнитов красному и красный уже больше не мог восстановиться если бы он продолжил вот тут когда он захватил зеленого и дальше не обращал бы на меня внимания здесь я думаю он бы победил мне бы наверное уже ресурсов не хватило то есть он бы у него не такой был убитый йот он например так я ему йоту на успел убить здесь да он тут смог отступить но в целом конечно было очень давайте посмотрим статистику чисто мою красного желтого и зеленого так ну тут у меня что-то еды дофига опять еды дофига дерево просто у меня что-то немерено с золотом всегда проблемы ну вот красный вложился в армию пошел зеленого выносить вот смотрите вот тут он вынес смотрите сколько у него еще армии оставалось еще 15 штук 15 штук армии остается и он пошел зачем-то вот в этом вот в этом промежутке он пошел меня вот вот здесь а нет не вот здесь вот вот тут тут он пошел меня вот тут он наконец вернулся вот здесь вернулся к зеленому в это время я смог сделать армию вот здесь я убил его йоту на вот так тотально и вот здесь он уже что-то доделывал но не мог окончательно это сделать это чисто мне кажется именно победа знаете дипломатическая больше чем силой силой то есть был момент когда зеленый просто мог меня вынести но в тот же момент бы и он бы проиграл и красный потому что желтый бы явно выиграл славой вот давайте просто глянем на еду где я на него нападал вот видите у него сколько еды было ему оставалось буквально у него уже был алтарь у него было больше тысячи очков то есть ему оставалось чисто а вот сколько зон у него из 10 зон ему сколько двенадцать зон или четырнадцать двери четыре зоны оставалось тем более что еды у него было дофига что победа желтого было бы просто очевидно ну знаете тут наверное не повезло как на самом деле больше всего зеленому он очень странной территории оказался он конечно поставил там свален чтобы на него не нападали но ему больше у него нету не было вариантов там особо как то вот что то делать он там даже писал что он застрял ну кстати получилось по моему партия очень интересная спасибо что смотрели играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...